Всем добрый вечер! Сегодня состоялась очередная встреча Хайковской группировки бритвоманов. Парни мои дали мне на инспекцию две бритвы. Моя задача была осмотреть на предмет готовности к работе и при необходимости внести определенные доработки. Назовем это так. Первая бритва это славно известный Франдаль, старая французская бритва, владелец ее Игорь. Значит, сразу скажу, в обоих случаях имели место быть микро-повреждения вершины режущей кромки, характерные именно для ремня для правки. То есть они, это микроскольчики и царапинки, которые идут перпендикулярно основной плоскости режущей кромки. Вот такие перпендикулярные царапинки и микро-микро такие, как скольчики или заменчики на вершине режущей кромки. Дорогие друзья, я хотел бы очередной раз привлечь ваше внимание к этому моменту. У нас какие-то посторонние шумы, такое ощущение, что у соседей прыгающая стиральная машина. Больше всего на это похоже. Ну или лиц сломался. Ну, простите, старый дом, ничего не подпишешь. Итак, вернемся к главному. Я хотел бы еще раз сконцентрировать ваше внимание на том, что ремни должны быть, ремни для правки, какими бы они ни были, то есть либо колодочные, либо подвесные, они должны быть чистые, без посторонних включений, без пыли, без ничего. Потому что в данном случае на обоих полотнах были замечания по полотнам одни и те же. Соответственно, давайте будем хорошенько, внимательно следить за состоянием наших ремней для правки. В последнее время я все больше и больше убеждаюсь, что это очень важный вопрос, на который стоит обращать пристальное внимание. Вот фроталь. Ну или так, как вам будет удобно. Еще разок разпустим. Легчайшим образом. Вот так называемый файл-ворк на спинке. Это выпускались различными производителями. Ну, плюс-минус в одно и то же время. То есть, годы выпуска у них одни славились бритвы. Именно с такими геометрическими особенностями спинки. Качества стали просто бесподобны. Друзья, если вам попадется бритва вот такого форм-фактора, в таком размере, с вот такой вот выборкой под палец, форма клинка, форма спинки, берите не задумываясь. 20 из 10 будет работать просто превосходно. Я к огромному счастью имею опыт бритья этой бритвой. И даже в то время, когда она была, точил ее в свое время я, и когда она была заточена на камнях, на синтетических, она показывала просто потрясающий результат по комфорту в работе. Это бритва, принадлежащая Игорю. Вот бритва. Это гравюра 1957 года. А, прошу простить, это экстра. Это экстра 1957 года, которая принадлежит Евгению. По ней, ну, не то чтобы замечания, но вот такие ремарочки. Те же самые. То есть, такие какие-то микроскольчики на полотне и царапинки, которые идут исключительно перпендикулярно от вершины кромки в сторону обушка. И вот, смотрите, что мы из нее выжимаем теперь. Вот самый носик. Да, еще для Евгения информация. Жень, вот на микронном уровне я слегка скруглил пяточку, потому что она была такая взрывоопасная в определенной степени. Соответственно, даже в этом случае комфорт возрастет. Ну, обе бритвы были проделан одинаковый объем работы. Значит, сейчас я покажу эти камни. Наглядность, это всегда хорошо. Сейчас потенциал обеих этих бритв, мне кажется, раскрыт полностью. То есть, они будут показывать свой лучший результат. Вот насколько она меленькая, эта стружечка. И насколько легко и непринужденно она ее перерезает. Значит, еще один момент. Для того, чтобы вы могли, любой из вас, я обращаюсь ко всему сообществу, проверить безо всяких там куконаков, вот этих без нарезаний там продольных и так далее. Значит, достаточно для определения остроты бритвы классический тест нарез волоса. То есть, волосок мы взяли. Сейчас возьмем подлиннее. Взяли волосок. Установили бритву. То есть, ее иммобилизировали. Режущей кромкой кверху. И, держа волосок в другой руке, бритва по классике считается заточенной, если она будет перерезать волос в сантиметре от пальца. Вот таким вот образом. То есть, вы поднесли, он перебился. Поднесли, перебился. Проверяются три основные точки. Пяточка, середина и носик. То есть, поднесли его. Вот он срубил. Следующий срубил. Следующий срубил. Все. В принципе, по большому счету, все остальное это уже такие вызорунки. То есть, естественно, и все остальные тесты, они показательные. Но, достаточно на самом деле будет вот такого банального теста. То есть, вы вот волос взяли, сверху, перебил, сверху, перебил, сверху, перебил. Вот и все. Здесь никаких велосипедов изобретать не нужно. Я думаю, один волосок где-то найти в хозяйстве, я думаю, будет не проблем. В общем-то, все. Сейчас показываю камни, на которых была совершена так называемая доводка. Притир из тонко доведенного. Это синтетика ультра-файновая от спайдерка. На микроуровне она впитывает в себя цвет камня для наведения суспензии. Вот я использую вот такую наборку. Вот сейчас ее принамочу, чтобы видно было ее родная структура. Очень интересная по цвету. В японской мифологии, в отвлечении сказать, было такое мифическое животное, которое представляло собой помесь собаки и льва. Называлось оно Шиши. Такое очень красивое. отображали его в статуэтках и в татуировках. Ну, очень старое, естественно, искусство. Вот такие вот, как точки размытые. И на теле у этого мифического животного. И, кстати говоря, животное это было символом хранителя очага. То есть, ну, это такое романтическое отступление. А если касательно нашего вопроса, то вот притир и на нем как бы мы суспензию наводим. Четко тазируя количество воды на керамике. И вот начинаем. Вот на этом этапе очень хорошо выстраивается идеальная геометрия фасок. То есть, мы получаем равнобедренный треугольник с очень острой вершиной. Если оставить все вот так, конечно, через ремень и бриться, но бритье будет сверх такое сверх острое и, естественно, достаточно агрессивное. Далее, сейчас я намочу, потому что его нужно созерцать влажным. Тем самым очень он хорошо смотрится. Вот это Чарли Форест, на котором я наложу вот такую суспензию. Ну, это потоньше камушек. Это уже такой для четко финишной работы. Вот он убирает возможные рисочки от самой керамики. и в общем-то на этом можно было бы и остановиться, но помятуя поговорку о том, что лучший враг хорошего. Вот финишный аккорд. Это Шарок из так называемой серии Barber Delight, если я ничего не путаю. То есть желто-зеленый он двухцветный камень. Прекрасный дает завершающий такой завершающую точку ставит. Ну, вот и все. И в конце я использую мной уже доведенный кожаный ремень. Макс Заворотный для меня его создал. Макс очередной раз огромное спасибо. Вот на нем я произвожу правку всех бритв, которыми я пользуюсь сам и которые делают для вас. Ну, вот собственно и все, что я хотел к этому поводу добавить. На этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся естественно ненадолго, потому что к счастью у нас еще много есть чего показать. А вам, дорогие друзья, я желаю всего наилучшего и до скорых встреч в эфире. Пока. Продолжение следует...